Команда из Луганска. Ну, более-менее. Вообще, команда там из разных городов, как я понял. Так, почитаю, что мне пишет Мирку. QQ, QQ, TAV, что за песня играла последняя. Black Eyed Peas, TAV, DAROV, привет Мелитополю. Могут своровать Steam Account? Конечно, могут. Что тренировать, это уже не по теме. Просили Spray and Pray раз-два. Друзья, но вы на HLTV, на Киберарене можете найти все, все эти матчи. Так что, sorry. Команде This is Fail, привет. У меня мышка Microsoft 1.1, XI, Desider тоже. За ними я сижу в Киберарене. Отлично комментируешь, спасибо, друзья. По поводу правой-левой руки уже тема закрыта. Остается так, как есть. Каждый раунд по-разному, но ничего страшного. Софт смотрит кат-офф. Тут сейчас три игрока будут выходить. Смотрим, тут 2D. Ох ты! И центр в спину сейчас будет убивать. Посмотрите, тут уже вышли игроки. Прыгает HLTV. Два, три в три. Три в три. Зураб, один хп снова на варенье. По-прежнему там тусуется. Не люблю эти прыжки на HLTV. Потом после них куча баговых игроков. Уже вдвоем поезда на так. Водокачка. Хо! Минус. Рист с хаешки снимает Зураба на варенье. Убивает Плент. Нет, не убил Плент. И уже вот мегаидзо тут разобрался. 1-1. Вид очень важный. Сейчас сыграли. Поломали экономику. И поезда на так теперь вынуждены играть, судя по всему, два эка раунда. 1-1. 1-1. Друзья, мы наблюдаем за последним матчем в групповом этапе осеннего Кубка Asus 2010 года. Финал в Украине. Ну и, друзья, последний матч в группе. Пойзон а так и вид. Да и вообще сейчас все команды играют последние матчи. После этого, я думаю, будет такой маленький перерыв. И сразу же начнутся матчи плей-офф. Смотрим за эко-пойзон а так. Это Na'Vi. Это раунд Na'Vi, друзья. Вот посмотрите. Четкий эко от Na'Vi. Но они тогда взяли. Тут не хватило одного все-таки игрока, по-моему. А может быть и нет. Но, видимо, все-таки, видите, смотрят за Na'Vi. Пойзон а так и юзают, юзают раунды. Ничего плохого в этом нет. Это не песню спеть, это сыграть раунд. Поэтому так можно. Это спорт. Здесь, наоборот, все построено на новых фишках, приколах и стратегиях и тактиках. Ну и, конечно же, стрельбе. 2-1. 2-1 в пользу Харькова. Да. Вот так вот, да, деградирует наше поколение, могу вам сказать. Судя по названию, раньше были 21-м штатом. Но теперь стали, эх, 21-м видом. Причем, я думаю, многие знают, как переводится. Это слово Зураб минус. Водокачка минус. Деглы снова выходят в том же стиле на единицу. И там трое. Что, что, что. Посмотрите, уже есть калаши. 3-3. Неплохо в этот раз для Пойзона атак. Ну что, Рист, выходи. Там Идзо есть. Идзо прошел на плен. Зураб. Якорь в Руспе. У кого же бомба? Ой, как не видно, у кого бомба. Бомбу где-то выбили. Бомбу выбили. А, бомба у Пойзона атак. И со всех сторон пытаются их зажать. Ох ты. Минус 2, минус 3. Неудача какая постигла Пойзона атак. 3-1. Ну и теперь должен быть раунд на девайсах. Конечно же, теперь посмотрим, как будет действовать команда, которая играет сейчас в защите. Как они будут. Будет ли вообще агрессивная защита. Будут ли им интересные раунды. Но, судя по словам Пойзона атак, то есть Тускан к Тускану они готовились. Мы можем увидеть интересную игру и посмотрим составы. Да, напомним. Команда Пойзона атак. Софт, Панда, Узник, Рист, Клим. Команда ВИ-21. Мега-Идзо, Зураб, Якорь, Малу, Малой, Водокачка. Это вот эти самые парни. Ну, я думаю, те люди, которые смотрели трансляции, квалификации, могут, конечно, наверное, смотрели игры этих команд. Ну и смотрим. 2D на катах. Панда, подсаженный в центре на ящике, смотрит мидл. Рист, вот мне интересно, где он находится. Клим смотрел. Б. Банан, Рист уже не важно, где находится, уходит на хелпу. А Панду снимают. Панда Фолан, его снимают с подсадки. И проблема в защите. У Пойзона атака. 16 хп у Малого. У Малу. И вот СВП. Якорь. Якорь СВП в атаке. Вот смотрим. Да, убрали игрока одного с котов. Оставили там одного софта. Он уже здесь мансует. Дает флеш. ХЕ снимает с ХЕшки. Малого. И 4 в 4. Выход. Центр. Плюс коты. 2 плюс 2. Смотрим. Минус от софта. Размен. Водокачка. Еще равненький размен. 2 в 2. Что Рист с хелпы? 33 хп. Выходит. Видит игрока. Ой, получил. 21. Узник тут же рядом. Ставится плент. Якорь СВП делает минус. И проблемы для Пойзона. Атака. Один узник остается. Минусует плент. И пошел диффузить. Ой, как успеет. Ой, как успеет. Ой, успеет. Ой, успеет. Ой, успеет. Успеет. Посмотрите. В последнюю секунду. Якорь. Не убивает. Точнее убивает. Но поздно убивает игрока. Пойзон. Атака. 3-2. Веселые сегодня матчи. Кстати, действительно. Интересные. Интересные раунды мы видим. Интересный чемпионат. Так. Я одену наушники. Потому что я уже тут начинаю орать. Так. Так и горло можно сорвать, конечно. Окончательно. Так. Вот так мне попроще будет. Так я хоть слышу, что я говорю. Так. Ну, друзья. Давайте смотреть. Зураб в центре. Поезд. Она так уже в меньшинстве. Да. Здесь крики сумасшедшие. Здесь просто... Ну, вообще очень... Очень важные матчи и турниры для многих команд. И поэтому смотрим. Таффа, где искать сервер Собирарена? Коду в списке. Кода в лицензионный ранкет сервер по имени. Заходите, ищите весь список. И по имени на С вы можете там найти все это дело. Так. На Б вышли вид. Сейчас, друзья, налажу звук. Извините за то, что сейчас происходит. В ваших ушах. Сейчас я все налажу. Пока посмотрим за климом, за выбиванием. Сори-сори. Вот так будет получше. Да. Вот теперь точно. Ну, тем временем, тем временем становится счет в матче 3-3. Я заполучил тут наушники. Хотя, наверное, сейчас другие одену после этого матча. Ну, посмотрим. 3-3. У меня такое ощущение, что действительно в этом матче будет... Вообще матч получится очень драматичный. Это выход за квоту. Это серьезный накал с Россией. Равное количество очков. И если будет ничья, то это вообще будет жесть. Будет считаться разница раундов со всеми командами. И, конечно, это печально. Это печально. Поэтому кто-то должен победить. Кто-то должен оказаться сильнее. Самое обидное, когда ты по раундам не проходишь. И вот смотрим за Ви-21. Зашли 0, зашли 1. Чекают панду снова на подсадке. 2D коты. Здесь панда. Ничего не поменялось. И Клим с Ристом смотрит. Ой-ой-ой, бедный панда. Ого. Вот представляете, насколько он был удивлен только что, когда вышел чекать миддл. Все. Ну, вот видите, все. Не прочекался миддл. Сразу минус 2, минус 3. Раунд за Ви-21. Уже можно смело говорить. Здесь Рист и Клим просто сейвить будут. Четвертый раунд для харьковской команды. И, в принципе, весь матч, все противостояние будет такое довольно напряженное. Я думаю, что... Лютая сеча будет. Лютая заруба. И вообще... Много матча таких сегодня может быть. Кстати, если честно, я не знаю, какая система у нас дальше в плей-офф. Попрошусь с Кифой сейчас. Подойду к нему после матча, он мне расскажет. А, я сейчас сам посмотрю, по какой системе у нас будет проходить финал. Водокачка пытается найти вот своего соперника. Но уже пока вот Крист, по-моему, засе... Нет, не засеял. Засеялся. Ушел. И... Нет, никто его не убил. Сейвит Кольт. 4-3 в пользу Ви-21, в пользу атаки. Но вот честно сказать, кто сильнее, там, сказать о победителе, наверное, пока еще сложно. Потому что команды, вот, по сути, в принципе, неплохо играют. У пользы на атак есть дырка на планте до сих пор. Это уже видно. Это прослеживается. И вот если парни вот что-то не поменяют на А, будут проблемы. Сейчас что делает команда? Эко-раунд по джейм-миддл. По джейм-миддл. Диглы должны были убить. Не убили. Фейл. Фейл. Да, один панда дал минус и все. Остальных поубивали. Полный фейл получился. Могли раздать. Вот если первый бы сразу получил, там, с двух диглов, то вопрос был бы, может быть, закрыт. Ну, можно было не поджимать дальше миддл, а просто спокойно, вот, сыграть свою ситуацию. И, в принципе, забрать девайс, может быть, ну, по крайней мере, большинство бы себе добыли. 5-3. Ладно, поехали дальше. Как бы еще 7 раундов. Еще целая половина первой половины. И еще все может измениться и исправиться. Кстати, сегодня проходит Asus отборочная еще в Прибалтике. Там тоже борются команды из Латвии и Литвы. Вот я посмотрю, эстонцев вроде нет, но борьба, борьба идет, друзья. Ну и, конечно же, сумасшедшая борьба в Украине. Тут просто 6 квот, и кто-то, кто-то пройдет на этот гранд-финал и будет участвовать. Так, по результатам. Вот я пока что слежу, вроде, вот индигами меня прошел, только что появятся скоро новые на сайте. Результаты появятся сейчас новые? Да, сейчас появятся. Только там два расклад будет. Внутри замены, но типа никто. Ясно. Там какой-то уже, говорят, расклад с командой. Раз-два уже пошел. Но сейчас, сейчас тут обновят. И посмотрим. На OpenNAS SUA в этом пока что V21 заходит снова на Аплент. И снова проблемы на этой точке у команды. Пойзон Атак. Нету минуса. Клим один против двоих. Клим. Нет, не попадает. Плент. Вот окачка 6-3. И вот еще можно исправить ситуацию Пойзон Атак. Но нужно вот что-то думать с Аплентом. Что-то думать там с перетяжками на А, с хелпой. Потому что там ломают. Там очень просто ломать вообще на самом-то деле. Может быть стоит более агрессивно играть. Возможно стоит по-другому мидл смотреть. Вот это те пожелания для Пойзон Атак. Но сейчас играть 4А тоже не вариант. Потому что V21 могут тоже очень легко поменять свою стратегию. И это будет вообще провал. Пока что эко Пойзон Атак с деглами на ноль. Вот тут, да, расслабляются парни. Вообще зигзаг всегда должен, скорее всего, половина раундов должен поджиматься. Там нужно накалять своих соперников. Нужно показываться. Показывать агрессивные действия. И постоянно держать под прессом атаку. Вот играя в защите на Атускане. Но смотрим дальше. В этом раунде я все равно думаю, что много не получится. Много вещей. У команды под названием Пойзон Атак. Но будем, тем не менее, смотреть. Очень сыграно пытаются действовать V21. Все-таки команда друзей-то неплохая у Зураба. Неплохо. Вроде бы пока что действует. Выйдут, может быть, в плей-офф дальше. Так, заходится на мидл. Заходит на точку. Минус 2. И остается вот Узник. Все, зачекали Узника. Но тот успел двоих забрать. Но как бы мало-мало. 7-3. Пошло-пошло преимущество для Харькова. Но посмотрим. В любом случае, как бы, все может измениться. Вот сейчас очередной бай Пойзон Атак. И давайте глянем, что они вот сейчас делают. Надо что-то менять. Либо играть агрессивно. Зигзаг. Плюс агрессивно там коты. Плюс, ну, не знаю. Не знаю, что посоветовать. Но делает то же самое. Рис, Зигзаг, Лимбанан, Панда, Хилпующий. 2-кот. Но агрессивно, кстати. Заметьте, кот агрессивно. Якорь по туннелю в этот раз пошел. То есть у нас уже приблизительно 50% того, что выход будет на точку А. Потому что есть игрок, который в туннеле. Либо он фейкующий, либо он, на самом-то деле, будет то звено, которое будет заключать и делать финальный выход на А-плент. У меня еще по двое на единицы. Да, да, это будет двое код. 2-1-2. Такая схема. Два центра, один дверь и двое код. Интересно. Вот тут парни, конечно, сейчас держат. Теперь их не видно с котов. И не с котов с двери. Вот теперь интересно. Вот теперь интересно. Панда в Хилпе. В доме. Два центра. Все, центр начинает раскидывать. Сейчас будет раскидывать вот здесь. Да, котов. Размен на котах. Слепой узник. Сейчас выйдет дверь и убьет его в спину. Где дверь? Вышел якорь. Да, дал минус. Снимают мега-идзо. Это делает рист. Слепой панда с АВП. Вот АВП, наверное, вот хотели решить проблему АВП. Но, видите, два дыма и полностью отрезан сейчас. Отрезан панда. Bomb has been planted. Прозвучало. 3-3. Докачка снимает риста. Ну и вот теперь проблемы явно. Серьезные уже проблемы у Пойзона. А так в этом матче. Я думал, что смогут хоть в этот раз парни выйти. Но группа оказалась все-таки не такая легкая, как я думал. Тут действительно все жестко. Все жестко и для Вита, и для Пойзона так. Которая сейвит сейчас АВП с Кальтом. Зураб пошел их уже загонять. Он уже там с другой стороны респа. Сейчас мы... Вот он. Вот он Зураб. Минус 1. И остался Клим с Кальтом. И Зураб его тоже минусует. 8-3. 8-3. Харьков серьезную заявку делает на победу. Если смогут дожать до конца и сделать 12-3, то это будет очень жестко. И вот с такого счета тяжело делать камбэк. Но на Тускане камбэк в атаке делать можно. И даже нужно. В принципе, увидим мы действия Пойзона так во второй половине. Они сейчас могут подсобраться. Тафта и здесь. Да, я смотрю на Мирку. Привет с Нокси. Передал пока тут начало раунда. Пойзон атак снова играет Эко. И поехали. Что дальше? Пока почитаю. Вот Эко не принимается. Вот выход Успов. Деглов. Здесь все разваливает. Узник дал один минус. И один Клим остается. Пока почитаю Мирку. Что здесь пишет? Привет Виннице. Да, привет Виннице. Передаю, конечно же. Кого-то еще могу. Тафта на каких серверах играют? На АВИ. Какая разница? На каких? На своих играют в серверах. На АВИ. Главное с кем? Что тут еще интересного мне пишут? Так. Ох, друзья, простите. Вот агрессивный выход Зигзаг. И два минуса. И уже, видите, 4 на 3 в большинстве Пойзон атак. О чем я и говорил. Вот Зигзаг это очень ключевая позиция. И половину раундов, играя в защите, вот нужно, нужно играть агрессивно. На Зигзаге, Банане, там, постоянно держать вот под напряжением. Вот тут Пойзон атак неудачно. Нет, удачно все-таки приняли. Я думал, разменяются вид прикольный. Останутся 2 в 2, но неудача. Не понимает, где Зураб находится сейчас его соперник. Зураб неплохо дал дэмэджа с мидла, но 6 хп оставил. 73 у Узника и 47 у Панды. Зураб пойдет в центр. Да, тут сложно будет. Ну, тут трое. Двое в центре, вот чуть левее прицела. И один слева, да, вот минус 1. Там мало хелсовый, да, игрок. Вот Зураб сейчас его обрежет дымом. Вообще будет весело, это Рист. Ну, а что будет делать? Узник на варенье, и Зураб по-прежнему вот пытается выйти. Вышел на ДД. Ой, прошивает плент. А тут уже убивает. Так, что у меня с наушниками? Ну, что ж, 9-4. Пойзон Атак пока что пытаются бороться в этом матче. Еще непонятно, что может произойти дальше, друзья. Но пока что вы все видите сами. Еще играть два раунда. И, конечно, Пойзон Атак желательно сделать 9-6. Но это не так просто, судя по тому, что у них не получается защиты. Не получается их дефолтный раунд. И уже мы видим панду, который на зигзаге. Узник переместился на А, посмотрите. Да, он чекает центр. Клим по-прежнему... Ну, как что? Панду на Б оставляли. Как раз на панду идут. Он как магнит для соперников. Панды начал держать Б и на Б начали ходить. Вообще не везет этому парню сегодня вот. И снова на нем сейчас все. Один банан, двое зигзаг. Здесь один панда. Он слышит этих АЕшки. Флешку видит, видит плант уже. Уже все, где смещение? Ну, здесь Клим рядом хелпует. Плант... Когда же планта добьют? Сколько там ХП? 32 у якори с УВП. Выходится центр. Ну, а на Б? Что на Б? Плант ушел. Малой ушел с Б. Перетяжка обратно. Посмотрите, как перетягивается вид 21. Уже есть почти два игрока на катах. И один центр. А вот... Минус два. Вот она аркадная игра на банане от Клима. В спину двоих поймал. Водокачка проходит. В это время зигзаг. Клим. Панда его увидел. Минус от Панды. Зураб. Зураб прошел КТ. Минус один. Вот с планта неудачно. Чуть-чуть слишком глубоко вроде вышел. Не ожидал, наверное, увидеть игрока в планте. И последний остается. Мега Итзо. И... 1-4. Конечно, тут... Тут борода сейчас будет. Его сейчас просто порвут в клочья. Ой, 2D. Неприятность. 9-5. Ну что, поздно так. Последний раунд. Последний раунд в первой половине. Как бы могут... Могут собраться. Могут тащить. И, возможно, команда сейчас подсоберется. Я пока загляну снова на РЦ канал. И посмотрю, что там происходит. Передаю всему CS Open и Шаману. Конечно, Таф. За кого ты болеешь? Пойзон или Вит? Да ни за кого. В принципе, я за красивую игру в первую очередь. Что еще здесь? Таф во сколько в финал? Если что, без понятия. Ближе к вечеру. Тафа ты за им? Не знаю, друзья. Я... Ну, предыдущие сообщения. Простите вообще, если все сообщения не могу читать. Потому что у нас очень интересные игры. Вот снова агрессивные действия от поздно на атаку. И, посмотрите, исправляются. Вот они 3 в 3 остались. Ну, как бы... А, 4 в 3 в большинстве. Вот снова только сыграли агрессивно. Все получается. Вот. Вот я про что и говорю. Что нельзя давать пространство атаки. Атака, имея пространство, вас просто будет изничтожать. Но и чересчур агрессивно тоже действовать нельзя. За это тоже могут наказать. Пока что все круто для команды. Позер на атаку. Могут брать раунд. 16 хп. 1-2 остался у нас малой. И... Что? Малой или малу? Опять же, не знаю. Убили его. 9-6. Все-таки концовочку. Позер на атаку исправили. И, в принципе, неплохой счет. И вообще можно классно сыграть. Абсолютно классно. Так. Надеюсь, что рестарт там уже сделали на этот матч. Я смотрю, что, по-моему, уже и Керч... Керчне, да, и ДТС доиграли, я смотрю. Я и Каю. Вообще, что происходит? Так. Что в Мирке пока? Пока есть пауза. Как научиться играть, спрашивает Шаман. Я не знаю. Много играть. Покажи им тим на камере. Не вижу, друзья, они играют не на сцене. Готов на аститр. Так, Швепс, привет. Отвечаю Швепс. Просто мне тут просто... Жесть. Очень много личных сообщений. А именно... 180. И мне тяжело вот успевать. Так. Польза на атаку. Быстренько. Занимают зигзаг. Здесь один якорь в доме. Вот он, с успом. Вот если выйдет гигл, видимо, он его треснет. Вот включите камеру, камеру, камеру. Спасибо. Клим уже убил якоря. И зигзаг прошли. Вот покажу вам карту, чтобы понимали, какая ситуация сейчас в раунде пистолетом. Трое. Ну вот все, в принципе, ближе к Б, ближе к зигзагу, ближе к банану. Зура переместился на место якоря. Занял дом. Мега-Идзо смотрит Б. И вот двое издалека. Такая 2D в центре, которая смотрит и центр, и котов. В принципе, в пистолетном раунде. Пользуясь преимуществом успов. Можно такое делать. Но вот... Ох ты. Гигл. Опа, привет, Гигл. Неудачно вышел Клим. Не повезло. Вот тайминг. И поезер-атак полетели. Один зигзаг, три банан. Да, да, вот тут глоки есть. И, по-моему, Гигл даже. Узник. Ай-яй-яй, узник неудачно там напрыгал. Минус от Мега-Идзо. Зура делает минус. И, по-моему, по-моему, поезер-атак не смогут дотащить. Софт остался 1 в 3. Его тоже изничтожают. Где бомба? Вот она, бомба. Диффуз. 10, 6 и 6 трав. Упал, не волнуйтесь, кто упал в микрофон. И 6 раундов до победы команды ВИД-21. Так, все, поставил себе микрофон. Отлично. Так, что мне пишут еще интересного? А, где-то его хэд. На этом компьютере его нет, к сожалению. Но я скоро поставлю новый, все будет хорошо. Мону из Днепропетровска от Кобры. Привет, без проблем. Подарить такой футбол, как у тебя? Не подарю. Богдан может починить Razer Barakuda. Богдан может починить все. Шароменус Донецка тоже привет. Так, еще почитаю, что мне пишут. Трик, да какие наушники, не важно. Добавь мне в Steam, не добавлю. Крутой жестко тащит. Но это уже, видимо, сообщение с предыдущих матчей, которые я не успел прочитать. Ну, как бы, друзья, простите. Что за видео о тактике картошки? Ищите на сайте VSGG. Там должно быть такое видео, по-моему, еще со старым составом команды. Керченет, где был Джонат и Barakuda. Они там тактику на картошках делали. Вот, делали. Так, поезда на так. Смотрим, поджим V21. Минус от Зураба. Минус на Зигзаге. Рист. Тут двое с деглами. Ламоч, как дела у тебя? Ты уже пришел с себя? Отлично. Ламоч уже приходит с себя. Оживает. Следит за будущими оппонентами по Asus Open. Поезда на так на АБ. Поставили бомбу. Так, а что ж, V21 вдвоем остались. Водокачка малой. Малой пойдет по мосту. Будет из девятки. Под домом водокачка прочекал. Малой тоже делал минус. И вот Узник последний. Опа. И запилили Узника. Просто вдавила его водокачка. Это диффуз. Это 11-6. И, наверное, очень приблизились к победе V21. Поезда на так. Тем не менее, поставили бомбу. Возможно, сделают второй раунд подряд. Посмотрим. Рейдил много написал. Ну, жаль, что я это все не видел. Пауза в матче. Правда, что Степа кричит на басе. Гол забил. Да, конечно, правда. Друзья, он там давно работает. И все нормально. И начитывает нам вот тексты для наших трансляций и нашего стрим-канала. Тафф, теперь надо факт, как отличить реальный уксай от чайны. Наверное, по весу. Или надо вот узнать у Ламача, где он покупает эти мышки. Не видно пока. Так, почитаем дальше. Что мне пишет Лешкин? Когда игру что фонит? Что фонит? Не знаю. Я вот слушаю наушники. У меня вроде нормально. Ничего не фонит. Что-что? Друзья, кто потерял шапку Nike? Смотрите, покажу сейчас на проектор. Саша, пока вот игра продолжается. Смотрите. Черная шапка Nike у меня. Кто-то забыл. Будет у меня новая. Саша, сделай громче на зал. Тут очень тихо. Тут вообще никто ничего не слышит. Спасибо. Отлично. Ну а мы продолжаем смотреть матч. 2-0 в трое половине. В пользу вид 21. Они сейчас выиграют 11-6. Ну а команда под названием Пойза на атак просто пытается изо всех сил исправить ситуацию. Снова добавь. Видите? Деглы. Калаш. Ну все правильно. Надо рисковать. Сейчас надо ломать ход позиции. Ломать ход событий. Точнее, ломать экономику. Вид. Если просто сейчас отдать раунд, это 12. Там потом пойдет эко 13. И все. Конечно, это тоже риск. Но что поделать? Банан. Там один якорь. Хорошо выходит. Снимают якорь. В большинстве. 5 на 4. Идеально. Вот теперь из девятки забрать девайс. Мега и Дзо неплохо. 4 в 4. Еще минус от Зураба. Уже меньшинстве. Посмотрите, что творит Зураб. Какой бешен этот украинский грузин. Второй вот грузинский кейсер в нашей стране после Амирана. С Амирана, наверное, титул лучшего. Уже не снимут. Ну и у нас раунд за ВИ-21. И посмотрите, уже 12-6. Бомба, правда, снова была установлена. И есть шанс для команды Пойзон Атак снова сделать бай. Да, так и есть. Очередной бай. Игра продолжается. Ну что ж. 4 раунда до победы ВИ-21. 4 раунда до плей-офф. 4 раунда до топ-8. Но на этом чемпионате нужно занимать как минимум топ-6, чтобы получить заветную квоту. Зигзаг, Пойзон Атак. Тут два игрока атаки. Увидели пятки якоря. Он все сделал ноги технично. Но пока что позицию свою явно провтычил немножко, потому что пятки его видели. Он сюда пока не смотрит. А, Зураб подтянулся на хилпу. Зураб уже из дома сейчас будет. Ой-ой-ой. Стреляют. И вот он, Зураб. Видели, появился сверху. И минус. И ушел живой. Дальше полез все-таки зря. Клима убивает. АВП водокачки. Смотрит Котов. И оттуда тусовка выходит. Как повезло водокачке, что его не убили. Как он не убил игрока. Не был готов. Снова не убил. Дым. Обрезали. База в центре. Минус. Какой размен. И 3 в 3, если я не ошибаюсь. Якорь топит. Затопил в планте игрока. И... И жесть. Бомб хизбин плент. Тут якорь. Чекает плент. Дым. Да, там есть игрок. Там есть точная инфа на планте. Даже два. Два планти. Минус от софта. Он мансуется. Минус софт. Вон в планте еще игрок показался. Два на два. И АВП. Минус АВП. Нет. Минус. Да. Минус. Один на один. Ну, поменяй девайсы. Рлот. И с префайером выходит. Сейчас Мега и Дзо. Но на этот раз Узник был сильнее. 46 хп. Забирает АВП. 12-7. Игра продолжается. И может быть будет борьба. 3-1. Во второй половине. Очень много накаляли поезды на атаку. Очень много выбивали девайсы. Есть такое подозрение, что сейчас будет экраунд у команды из Харькова. Давайте глянем на их бай. Я сейчас посмотрю на Респе. Тут вроде ничего нет. Да, это эко. Эко. Эко-раунд. И уже поезды на атаку могут немножечко сократить отставание. Ну что. Мы видим климат, который проходит по подвалу. Видим софт и Рист стоят на единице. И 2-0. Это Узник и Панда. Якорь поджимает один банан. Вот он. Вот он якорь. Ну как бы посмотрим. Посмотрим за этой ситуацией. Вот, наверное, команда поезды на атаку ждет того момента, когда пройдет подвал. Подвал пройдет до стынфу, что я готов. Двое игроков с единицей переместятся на катов. И с этого начнется весь замес. Смотрим катов. Смотрим за софтом. И его тиммейтер. Под флешку, да. Под флешку нужно выходить. Лучше ее сдалека в менталку давать. Прочекал. Но прочекал так, в тупую. Лицом прочекал. Можно было неприятно. Прочекать. Минус 3. Все. Подвал вышел. Центр. Зураб на хелпе. Как бы ничего не сделать. Якорь в спину. Минус Зураб. И якорь последний. Уже поджимается спиной. И как бы, в принципе, это восьмой раунд для поезды на атаку. Игра продолжается. Посмотрим сейчас на экономику вид. Будет ли бай или будет еще один эко. Мы сейчас глянем. Должен, по идее, быть бай. Да, я слышал. АВП все нормально по деньгам у команды из Харькова. Ну и посмотрим, смогут ли они досрочно закончить матч. Либо будут какие-то проблемы и будет какой-то замес. Да, я смотрю, уже многие команды потихоньку перемещаются на обед. Вот те, кто уже третий раз играют в финал украинский, они уже точно знают, что здесь есть и бутерброд с чайком с утра, и обед. Питание для команд присутствует, чтобы никто на голодный желудок не шпилил. Хотя многие говорят, да, что нельзя наедаться перед матчами. Но не есть тоже нельзя. Нужно всегда быть. Главное вот вовремя рассчитать, когда нужно кушать, когда будет перерыв, и все будет круто. Это тоже важно, на самом деле. Это тоже часть киберспорта, как и поездки, путешествия, тренировки и тусовки, конечно же. Все заулыбались. Так, поезда на атак. Разменялись немножечко на АБ. Вот сейчас вот Акачка. По-моему, да, вот здесь со спины Банана делает им минус, и 3 в 3. 3 в 2 даже. Уже поезд на атак вдвоем, как зажались парни. Минус 1. Софт успел дать хэдшот, но Малой сразу же его убивает. И Харьков идет к успеху дальше. 13-й раунд есть у Ви 21. Ну, как бы все неплохо. Но снова ставили бомбу, поезд на атаку. В принципе, не знаю, я не удивлюсь, если они еще один байс играют. Да, вот я вижу калаши. Видим мы девайсы. И игра продолжается очень интересно пока что. Но и будет еще интереснее, если поезд на атаку сейчас могут 2-3 раунда подряд взять. Сделать 13-11. Сделать себе крутую экономику. А это все реально. Вот сейчас берешь раунд. Дальше вполне вероятно, что снова пойдет Эко у Ви 21. Либо сейчас, либо через раунд. Ну, включаю карту. Так, Шарамэн из Днепра тоже привет. Где-то тут передают. Владику, Вовчику, Женьке и Олежке. Плиз. Есть. Есть минус от Зураба с ВП. В центре карты. Уже коты пытаются выйти поезд на так, как не убили. Ну, хорошо. Вот теперь 3-3 остались. Центр вышел. Зураб с ВП в планте зажат. Ну, кого-то щелкнет, наверное. Это же Зураб. Нет, не защелкнул. 2 на 2. 1 остается Узник. Все. Как тут быстро сыграл Мега Идзо. Быстро сработала Хелпа. И 400 раунд для Ви 21. Не было бомбы. И проблемы по экономике для команды. Точнее, у команды поезд на атак. Читаю личные сообщения. Так. Что мне пишут, друзья, когда следующая игра? Тра-ля-ля. Все понятно. Наушники Razer Megalodon. Супер. Вот кто-то говорит. Это у меня не Megalodon. Это у меня Carcharis, по-моему. Тав, когда будет доступен раздел играть? Не знаю. Я знаю, что в скором времени будет обновленная версия. Обновленная версия там социальной сети на Киберарена ТВ. Совсем-совсем скоро. Плюс английская версия будет появиться наконец-то. Ну, как бы работают сейчас парни активно над сайтом. Так. Привет, плиз, Натсу. Отлично. Пока вот команды тут мансуются на зигзаге. Ну, вот Б получается у поезда на атак. Они решили тут снова пробивать Б. Снова. Нет, есть Байта. Пару калашей. Ого! На санях просто узник пролетает через якорь. Ставит хэдшот. Но не убивает Мега-Идзо, который сравнивает количество игроков 4 в 4. Снова такая волевая закупка у поезда на атак. Они уже с последних сил пытаются бороться. Панда на зигзаге. Он очень важен сейчас вот с его позиции. Минус еще от Мега-Идзо. Минус от Панды. Мансуй, Панда. Вот зря остался на этой позиции. Надо было либо давить вперед, либо бежать на банан. А, нет. Не зря. Все отлично. Клим, Зигла, софт, минус. И это еще не конец. Девятый раунд для поезда на атак. 14-9. Как бы интрига до конца у нас остается сегодня в этом матче. Экспол прочитал. Тебе тоже респект. Будешь завтра коммитить Сорс. Не знаю. Завтра КС-1-6 хотел покомментировать. Типа Газара Буржуйского. В декабре, думаю, уже можно будет пробовать. Кто-то пишет. Ну, нет. Евгеша точно не знаю. Это вот Газар. Я очень хочу. У нас было куча вариантов. У нас есть Газар. Но пока он стоит. Куча другой работы есть. Смотрим за поезда на атак. ЭКВИ-21. Это, ну, по сути, 10-й раунд для команды поезда на атак. То есть игра у нас на тускане будет все интереснее и интереснее. Мега-Идзо остался последний. Я вам сейчас его покажу. Вот он. С успом. Ну и пока почитаем наш РЦ-канал. Соберем на квейкнете. Смотрим, что дальше. Тим Норвегия против Na'Vi уже сыграли. Глумик же. Они уже сыграли. Na'Vi выиграли. Аматорскую лигу, возможно, буду комментировать. Ого! А кто выходит? Вообще, в группе Моралес Киричне там такая страшная ситуация, друзья. Команда Моралес. Вообще, вот я вам расскажу, что там происходило. Понятно, Киричнет выиграли у всех. Модерн Токер обыграли Покер Старс 16-14. Моралес обыграли Модерн Токен. Там вроде был хлам. И вот матчи вообще за выход. Моралес не смогли обыграть Покер Старс. И проиграли 16-14. И по разнице раундов выходит Модерн Токен и Киричнет. Вот так вот. Там просто жесть. Ну, Моралесом снова с каким-то составом нужно еще наигрываться. Думаю, очень долго. Польза на атак пока что неплохо играют. Поджим. Ви 21. Вот, кстати, у них не сильно получаются поджимы. Три в пять. Вот задавили. Причем, по-моему, все давили. А, нет. Ну, там два зигзага и три. По центру. Очень неудачно. Зурабчик один сейчас будет на точке А. И посмотрите, его просто поймали на опушке посреди плента. Снимает его узник. И что? Проблемки увидят. Малой минус. Отвечает софт. Вот акачка последний. Минус. И сразу же узник ставит ему хэдшот. 5-5 во второй половине. 14-10. Ну и вот четыре раунда. Какой 14-10? 9-6. 14-11 уже должен быть счет. Да. Вот так вот. 14-11. И 5 раундов еще играть у нас очень интересная интрига по концовке этой встречи. И, конечно, это прикольно. Так, друзья. У Steam ID там есть отдельная почта, чтобы менять Steam ID на сайте. Сейчас его нельзя поменять. Поэтому вам нужно обращаться к администрации. Поймали вы докачку на зигзаге. Экораунд у V21. Какой камбэк у Пойзен Атак может сейчас получиться. Это 14-12. В принципе, счет. Серьезная, серьезная заруба здесь. И не ошиблись. Смолой. Ну и все понятно. 14-12. И Пойзен Атак борется до конца. Игра за выход из группы. Кто победит, тот и царь. Если ничья, это будет вообще скандал, интриги, расследование. Так, ну и сейчас я еще почитаю на сайте обновления. Что же там с тремя заменами раз-два. Вот мне интересно, что же там мне написали парни. Что там произошло, мне интересно. В конце-то концов, друзья. Ух! Жесть! Сейчас я почитаю все эти штуки. Ну и скоро уже появятся все полные результаты. Я думаю, после этого матча, минут через 10, мы увидим полностью все результаты в группе. Нет, еще, видимо, не обновили вот эту инфу про V21. И поэтому... Ну что, ладно, посмотрим. Сейчас мы агрессивно пытались V21 сыграть банан и зигзаг. Показались, постреляли. Якорь уходит на точку. А что там так убежал-то? Видимо, мало ХП у Якоря. Сейчас гляну. 30 мега-идзо, по-моему, его не видели. Он здесь, тут баян в кустах был на зигзаге. И вот, судя по нику, Poison Attack Panda пытается прийти вот сюда. Это может закончиться все печально. Ну и Клим прошел по подвалу. Он готов выйти. Подвал, то есть, если будет подвал, то есть, смотрите, это фейк. Фейк, который читается. Дали дым на банан, покидали гранаты. И просто мега-идзо слышит, как идет перетяжка. Лол. И дали минус. И в спину мега-идзо не зашел. Прыгает ХЛТВ. Все, здесь вид разрывают после лага. И остался один Клим. Не знаю, бомба у него. И вообще, где бомба? Я сейчас даже не увижу на полу. Все, якорь минус АВП. 15-12. И что? Вот три матч-поинта у команды V21. Смогут ли они вот одолеть сейчас своих соперников? Либо будет ничья, и там все решает разница раундов. Либо парни уже, я думаю, посчитали свои раунды. И уже понимают, что если есть ничья, то кто-то, может быть, уже выиграл. И если это V21, если у них лучше разница. Я не знаю разницу, поэтому я комментирую так, как будто тут просто жесть происходит. Экспо пишет. Таффо, скажи всем, Насусе, что команда МИЕ даст о себе знать. Ну, будем ждать, будем ждать. Так, Мега-Идзо принимал. Ух ты, тут трое зигзаг. И Мега-Идзо вот так под навес спрятался. Арбузами тут шаурмой торговать. Ну, сейчас посмотрим. Оп, отвернулся. Его ослепили. И ушли на банан. Один зигзаг. Все на банан промчали. Минус от софта. Здесь слепые на банане пацаны стоят. Вот полетели. Клим зигзаг. Вот очень важный фраг. Снимает малого. Большие преимущества. Как Мега-Идзо сюда прошел. Пацаны, раздуплитесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут и Зурабчик помог из девятки. Два на два, плант на точке. Зураб щелкает первого. И как бы двое против одного. Хотя Зураб не щелкает первого. Подождите, он как-то неаккуратно. А, бомба стоит. Успели поставить. Ух ты. Смотришь вверх, панда кунг-фу. Пять хп у Клима. Ну, это все. Это ГГ. Двое против одного. Да, друзья. Победа команды ВИ21-16-12. И это не официальный счет. Может быть, доиграют раунды до конца. Но это уже не важно. А Зураб выходит в плей-офф. Вот что я могу вам сказать.